Солнце Тур. Реальный отдых за реальную цену. Одна из крупнейших в России сетей турагентств гарантирует вам безопасный и незабываемый отпуск. Звони 20-37-95. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. На улице Карла Маркса камера зафиксировала, как водитель Chevrolet спровоцировал аварию. Об этом и в других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». Сегодня в ней самые заметные видеоролики уходящей недели. На улице Карла Маркса водитель Chevrolet медленно, но верно стал выезжать на встречную полосу. Водитель Форда пытался увернуться от удара, но было поздно. На улице Ленина провокатор на фургоне подрезал Тойоту. Водитель легковушки резко повернул и врезался в столб. На повторе видно, в момент ДТП по тротуару шла женщина с коляской. Водитель Тойоты мог ее сбить, но вовремя повернул руль в сторону столба. На Октябрьском проспекте водитель Тойоты RAV4 не рассчитал маневры и перестроился прямо перед водителем 12-й, который увернулся от столкновения с провокатором, но въехал в попутный Мерседес, а потом оказался на бордюре. На Октябрьском проспекте водитель Тойоты опасно перестроился и остался без заднего бампера. На хлебозаводском проезде водитель Четверки ехал без света фары и его не заметил шофер на иномарке. По словам автора видео, водитель иномарки после ДТП подбежал к водителю Четверки и сказал ему, что просто его не видел. На проспекте строителей водитель автобуса не заметил 10-летнюю девочку, прижал ей ногу и поехал. Школьнице удалось достать ногу из дверей, она упала на асфальт. Девочка получила травмы, сейчас полиция проводит проверку. На перекрестке улиц Карла Маркса и Труда водитель Фольксвагена с номером 007 поехал на красный сигнал. Красиво, ребята. На улице Щерса Пазик полностью задымил встречную полосу. Михаил Вагин, место происшествия.